Конечно, я третий лет в тропарке отработала. Вот что заработано. Список того, чем похвастаться, действительно солидный. Взять, к примеру, кухню, на которой Зинаида Харькова готовит вот уже 50 лет. Правда, делает это почти вслепую. Пенсионерка-инвалид по зрению. С обедом ей помогает соседка Наталья Сипатова. Женщина в этом профи знает главный секрет, как не испортить блюдо. Прежде всего, накрыть крышкой, иначе на аромат сбегутся все непрошенные соседи. Оттуда мусор сыпется в кастрюлю, крыса падает оттуда прям, нам, что-нибудь на башку не падает. Это ладно, вот мы сами побелели. Отсюда тоже мусор летел, все в кастрюлю нам. Тут это ужас, что тут товарится. Тараканов мы замучили морить. Сами тараканы и не в курсе, что им не рады. Входная дверь всегда открыта, а именно вентиляционная шахта. Через нее по дому и гуляют, кого ветром занесет. Были и хорошие времена. Капремонт, замена системы коммуникаций. Это все в ту пору, когда за общежитие отвечало трамвайно-троллейбусное управление. Потом власть сменилась. То есть как только наше управление отдало нас городу и сделали коммунальную, все на нас начихали, заплюнули, забросили. У нас с того момента, это с 2007, если я не ошибаюсь, с 2008 года, ничего нигде не делается. Хотя в коммунальных платежах тысячу рублей за коммунальный ремонт, это капремонт, мы отдаем. Платят и за горячую воду. Но в отличие от капремонта, она все же появляется. Правда, раз в год вместе с отоплением. Это со слов жильцов. Если верить платежкам, перебоев нет. Круглые суммы появляются ежемесячно. Злая шутка или несправедливость остается только гадать. Да и зачем вода, если помыться, по большому счету негде. Душевую комнату так просто и не разглядишь. Выдают только мочалки до тазики. Само помещение расположено по соседству с общедомовым балконом. Разделяет только дверь. Но и она держится из последних сил. Ровно так же, как трубы, полы и потолок. Вот здесь ужасно холодно зимой. Дети, у меня полтора года сыну, все маленькие, все болеют. Мы делали ремонт всем. Дружненько здесь все это. И все отлетело. Вот этими кусками, ошметками все падает. Хорошо, что в этот момент ни детей, никого нет. Дети в этот момент играют в коридоре. Большинство пока еще маленькие. До проводки не дотягиваются. Она, в свою очередь, времени зря не теряет. С каждым годом тянется все ближе и ближе к полу. Поставить провода на место пыталась не одна управляющая компания. У самой последней силы стараться закончились. В начале июля дом ушел в свободное плавание. Кидать спасательный круг людям некому. В городминистрации нам пояснили, все расходы за ремонт ложатся на плечи собственников. Дело должны собственники. То есть, если сейчас на доме потекла крыша, собственник идет и ремонтирует ее. Если на квартирном доме потекла крыша, собственники ремонтируют ее. Только здесь механизм в Польше. На доме сейчас, к сожалению, на текущем ремонту денег нет. Старая управляющая компания в процессе с ней она еще не передала. Новая управляющая компания успела накопить небольшую сумму, порядка 70 тысяч рублей на которую. Им успешно поменяли ряд задвижек для того, чтобы зимой нормально запуститься в тепло. Эти так называемые механизмы – протокол голосования жильцами за изменения. К примеру, чтобы на них обратили внимание и отремонтировали кровлю, нужно 66% голосов. Как подчеркнули в мэрии, сейчас их всего 46%. В свою очередь, собственники не могут заставить проголосовать тех, кто на данный момент не живет в общежитии. Но есть и хорошие новости. Ремонт крыши. Он намечен на 2023 год. Жильцы хотели бы ждать счастливого финала во дворе. Все-таки запах в доме слишком едкий. Сырость, плесень сыграли свою роль. Да, видно, не судьба. Лавочки, детские площадки здесь не предусмотрены. Может, когда-нибудь дойдет очередь и до них.